И на дорожку выходит вторая пара участников. Вторая пара олицетворяет между собой противостояние Москвы и Санкт-Петербурга, которое у нас красной нитью проходит во многих видах спорта. Ну что такое? Это ЦСКА в хоккее, ЦСКА Зенит в футболе. Это Василий Уткин против Геннадия Орлова в комментарии. Ну и в данную секунду это Артем Занин, петербуржец против Камиля Ибрагимова. Артем Занин чемпион мира, между прочим, 2010 года. Камиль Ибрагимов тоже чемпион мира в командном первенстве 2013 года. Победитель Всемирной Универсиады 2013 года Камиль Ибрагимов. Атаки обои. Ну вот Валериан Феоктистов, сам прекрасный саблист в недавнем прошлом. Кстати, как и Владислав Шамис тоже. Готов. Начать. Атаки обои. Начинается поединок. Готов. Начать. Спортсмены эти уже опытные. Слева атака, направо. И Артем Занин открывает счет. Бой. Готов. Начинается. Стоп. На подготовку справа. Ну, кстати, что интересно. Ведь Артем Занин-то представляет Петерский СК, а Камиль Ибрагимов ЦСК. Так что недавнее противостояние между хоккейными клубами продолжается здесь на Омской дорожке. Атаки обои. Здесь у нас нужно выиграть 15 таких микродуэлей. Нанести 15 ударов. Готов. 3-1. Камиль Ибрагимов сократил разочет. Но Артем Занин прекрасную такую атаку проводит. Артем Занин, видите, высокий, мощный, саблистый загнал противника Камиль Ибрагимова. Можно сказать, замажай. И вот нанес четвертый удар. 4-1. Артем Занин впереди им. Давайте посмотрим, как они встречались. А вы знаете, вот в этом сезоне, как ни странно, но Артем Занин и Камиль Ибрагимов еще не встречались. Вот так вот. Хотя сезон уже заканчивается. Спортсмены входят в число лидеров российского саблиного фехтования. Но вот, видите, Камиль Ибрагимов сокращает разрыв в счете. 3-4. И сравнивает счет. 4-4. Готов. Начать. Стоп, справа, атака, слева, защита. Ответ удар на право. Ну, Артем Занин снова выходит вперед. Уже 5-4. Готов. Начать. Стоп, слева, атака, справа. О, какой парад репост в исполнении Камильи Ибрагимова. И 5-4. Камиль Ибрагимов в этом сезоне... Стоп, справа, атака, даже не... Вы знаете, я вот посмотрел, он еще не выигрывал турниров в этом сезоне. Был вторым на всероссийских спортивных соревнованиях. Потом третьим на Кубке России. Третьим на этапе Кубка Мира в Будапеште. Еще на одних всероссийских спортивных соревнованиях. Вторым. И, наконец, на двух этапах Кубка Мира на трофей Люксарда в Падуе и на сабле Володеевского в Варшаве. Третьим. То есть, видите, призовых мест много, но... Побед... Личных побед нету. Бой. Готово. Значит. В отличие, например, от прошлого года, когда он этап в Падуе выиграл. Бой. Обычно. 6-5 уже счет в пользу Камилии Ибрагимова. Видите, стоит чуть-чуть отвлечься, чтобы посмотреть какую-то интересную информацию, как ситуация боя меняется. И вот сейчас арбитр сам без чьей-либо просьбы пошел посмотреть видеоповтор. Валериан Феоктистов. Ну, а Камилий Ибрагимов, похоже, решил, что удар нанес он. И действительно, арбитр убедился в этом. 7-5. Артем Занин дважды в этом сезоне занимал третье место на всероссийских соревнованиях. Выступал на этапах Кубка Мира в Будапеште, в Бостоне. Ну, в Варшаве, кстати, тоже, ну, больших таких успехов не добивался. Стоп. Вот что-то Камилий Ибрагимов поднял руку. А, ну да. Сабля у него искривилась. Такой, похоже, на знак вопроса стало. И ее, конечно, нужно поправить. Что сейчас, вот вы видите, этот процесс, как Камилий это делает. А что-то, да, Артему Занину, похоже, нужно заморозку, ушиб руку или палец-палец. Похоже. Ну, вот видите, один из спортсменов поправляет оружие, другой с помощью вот медсестры поправляет себя. Александр Шершов был только что на ваших экранах. Олимпийский чемпион. И, кстати, в составе сборной команды России юниорской, которая выиграла золотые медали на первенстве мира в Бурже, вот вы видите, Александр Шершов был. Его сын, сын его и Оксаны Ермаковой, наши шпажистки прекрасные. Василий Шершов. Так что династия продолжается. Видите, много приходится говорить о детях великих спортсменов. Про Беллы Кулаевой дочери, Светланы Бойко мы вспомнили в рапирном турнире. Здесь сейчас вы видели Александра Шершова, вспомнили о Василии Шершове. София Познякова, дочь четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Познякова, входила в состав женской сборной России по сабле, которая тоже завоевала золото на первенстве мира в Бурже. Ну и, собственно, и вот Камиль Ибрагимов тоже пример. Видите, он на ваших экранах. Камиль Ибрагимов, как вы, наверное, прекрасно знаете, но для тех, кто вдруг не знает, я напомню, сын олимпийского чемпиона Анвара Ибрагимова, олимпийского чемпиона Парапири, а мама его, Ольга Величко, чемпионка мира, тоже причем Парапири. Ну вот так вот у двух рапиристов получился сын саблист. Но, правда, надо сказать, что у них есть еще и дочка, которая еще в самом начале своей карьеры, и вот она занимается Камилой Ибрагимовой, она фехтует именно на Рапире. Так что, как видите, в фехтовании поговорка про то, что на детях гениев природы отдыхает, не работает. Нам известны уже династии Ир, где очень много фехтовальщиков. Причем фехтовальщиков высокого уровня. Ну, Монтана, например, вспомним, итальянцы. Ну, тем временем у нас возобновился поединок 9-8. Камиле Ибрагимов впереди, спортсмены обменялись ударами. А сейчас обоюдные атаки. С обоюдными атаками преимущество никому не дается. А вот Артем Занин сравнивает счет 9-9. Упортнейшая борьба в полуфинале чемпионата страны. И победитель встретится с Вениамином Решетниковым в поединке за золото. И вот один фонарь зажигает Камиле Ибрагимов. 10-9 он выходит вперед. Бой. Готовы. Начать. На подготовку слева-справа так надребаться. Что-то небольшая пауза. 11-9 Камиле Ибрагимов. Бой. Готовы. Чай. Нанес укол. Обойду. Камиле, кстати, очень здорово здесь фехтует. С большим достаточно преимуществом заканчивает поединки. Он выиграл все 6 боев в пульке. Причем нанес, нанеся 30 уколов, пропустил всего 30 ударов, простите, пропустил всего 10. Но потом, победив Кирилла Любимова из Москвы, еще одного Кирилла, Кирилла Ефимова, петербуржца. Кстати, победитель первенства России среди юниоров, которое вы наблюдали, которое проходило в январе в Сочи. 15-3 выиграл Камиле Ибрагимов. В одной восьмой финале обыграл Глеба Акулова из Новосибирска. 15-9. И у москвича замелика выиграл Дмитрия Даниленко. В четвертьфинале 15-10. Ну и вот теперь выигрывает со счетом 12-9 у Артема Занина. Артем, правда, тоже очень уверенно. Правда, в группе в пульке он проиграл один из боев. Но затем, выиграв у Дмитрия Постоева из Алтайского края 15-11, Данила Черкасова, Новосибирская область 15-4. Москвича Ильи Маторина 15-12 обыграл. И Илью Семену из Московской области 15-9. Ну вот. Получил право здесь, на центральном помосте, фехтовать в полуфинале чемпионата России. В Омске и вот. Ох, как Камиль Ибрагимов атаковал. Но Артем Занин прекраснейший парад репост. Вот видите, давайте насладимся еще раз. Видите, 12-10. Сделал счет. Сократил разрыв в счете до минимума. Сейчас атаки обоюдные. Готово. В международном рейтинге. Обоюдно. Десятки лучших. Николай Ковалев девятый. А вот Камиль Ибрагимов занимает 11-е место. В первом рейтинге. Ну и вот это вот. Как видите, стоило ему путевки на Олимпиаду. Что он оказался чуть ниже, кстати, петербуржца тоже Николая Ковалева. И вот сейчас Артем Занин сравнивает еще 12-12. Артем на международной арене сейчас выступает не так успешно, как Камиль Ибрагимов. Он 160-й в рейтинге. Но, как я уже говорил, является чемпионом мира 2010-го года в командном первенстве. Собственно, можно сказать, что Камиль Ибрагимов, он, можно было бы сказать, что пришел на его место. Если бы формально все-таки он пришел на место Павла Быкова, который в 2011 году вступал в составе команды вместо Артема Занина. А потом уже в 2012-м. Потом уже появился Камиль Ибрагимов. И вот Камиль Ибрагимов наносит 14-й удар. 14-12. Он выходит вперед. И один удар ему до финала. Один удар. 14-12. Но Артем. Молодец. Выходит в атаку. И завершает ее, что самое для него главное. 14-13. А вот парад репост. Нет. Мне показалось сразу сходу, что это был парад репост. Но, может быть, и нет. Посмотрим, что скажет арбитр. Ну, вот Камиль Ибрагимов. Снял уже маску. Впрочем, это же сделала Артем Занин. 14-13. Нет? Защита ответ. Парад репост. И 15-13. Камиль Ибрагимов оформляет пропуск в финал. Ну, Артем Занин вместе с Валерием Сулковским поднимется на третью ступень дистала почета. Ну, а нам покой только снится, поскольку раперистки Юлия Бирюкова и Яна Алборова, как Виталий Константинович Бурнацев, председатель технического директора.